Доброе утро, друзья! Лайф на 4К продолжаем свое путешествие по Италии. И сегодня мы заглянем в Рим, где Фиорентина сыграет с Ромой. Вчерашний прогноз у нас зашел. Это очень хорошо и не может не радовать. Фиорентина, которая в этом году провела одно точное усиление в лице Николаса Гонсалеса, которая по каким-то непонятным причинам не смогла подписать Рибери, и отпустила Куаме начинать старт с очень мощной Ромой. С Ромой, которая усилилась, там Рой Патрисио и Шамуродов, это имя Абрахам, которая приехала после тяжелого выезда в Трапзон. Но Маурини узнает, как настраивать команду на такие матчи. Фиорентина начала сезон с Казенцы в Кубке Италии, где ожидаемо победила. Флахович, Гальехон, Бонавентура были прекрасны. И тот трансфер для Николаса Гонсалеса, он сработал. Аргентинец забил. Плюс Николас Бурдиса перешел в команду, но он уже не игрок, он технический директор. Но непонятная ситуация вышла в межсезонке, где из-за Джорджа Мендеша они подписали Гатуза. Ведь Гатуза хотел работать через этого игрока. Рома, Рома первые 30 минут в Турции прощупывала соперника, играла вторым номером, но по итогу победила. Победила 2-1, достаточно уверенно. И перед матчем ответным в Риме подходит в очень хороших кондициях. Все те усиления, которые были сделаны по этому сезону, не сработали, Шумуротов забил. Винья практически оставил под собой выжженную землю для фланга турок. Теми Абрахам пока не сыграл, но тем не менее, тем не менее, Мауриньо рассчитывает на данного игрока. Рой Патрисио тоже был неплох в данной игре. И опираясь на все это, я предложу достаточно рискованный вариант на этот матч. И вернее, на его исход. Это будет... Рома не проиграет, ты тут у вас половина и больше. Как ни крути, новиченцы Итальяна придется сегодня идти вперед. Да, ресурс для этого есть, но вот кто будет тем моторчиком, который будет разгонять атаки, непонятно. Возможно, Бераги, но хотя нет, Бераги не настолько техничен. Бонавентура, но может быть. Появление Александра Кокорина под большим вопросом. Так что 1х2,5 больше, как по мне, хоть и рискованно, но оптимально. Вот такие дела, друзья. Мы увидимся уже на следующей неделе. И следующая неделя будет посвящена матчам турецких клубов. До свидания, удачи, не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok